Что конкретно с точки зрения оборудования, каких-то ресурсов мне нужно, чтобы вот снять первое интервью? Первое, ну, жанр нужно определить. Второе, ну, ответить себе на вопрос, может быть, в вашем случае очевиден, чем вы будете заниматься в ближайшие 10 лет. То есть, если вы будете заниматься, условно говоря, коучингом, образованием и вот развитием, ну, то все окей. Эта история долгая, и она будет развиваться долго. Поэтому, если через год вы, ну, я не знаю, там, будете печь, станете кондитером, все-таки аудитория, она потихонечку соберется на бизнес-коучера, понимаете? Да-да-да. Она, по-моему, неинтересна, как бы им неинтересно будет. Поэтому очень важно это понимать, что, типа, 10 лет. Есть, ну, условно говоря, нужно понимать формат, ну, вот то, о чем мы говорили, интервью или что-то еще. Цель, зачем вы сами это делаете для себя очень четко. Второе, цель, которую будут знать зрители. Желательно ее, так или иначе, ну, сформулировать. Сформулировать и потом дальше как-то продвигать эту цель, то есть, чтобы про человека было все понятно. Если он такой размытый, то мечется, но это тяжело, это мозг человека не хочет упаковывать такое. Если Елена хочет стать бизнес-коучинг номер один в Казахстане, например, это еще хоть как. Ну, только надо понять, как это, ну, измерение, как это может быть. То есть, если кто-то вручает статус, то окей. Если это, там, не знаю, заработать столько-то долларов в таком-то году, ну, как вот вы уже смотрели, 2026 год. Я готов к поражению, к тому, что я не буду. Ну, а с другой стороны, что это меняет? Мои действия все равно такие же, чтобы я в 2026 попал на Netflix. Ну, я и так это буду делать, понимаете? Это не должна быть какая-то такая придуманная, естественная мечта. Вот, вы заявляете эту цель. Классно, если за вами следить, люди захотели посмотреть, добьется она этого или нет. Цель должна быть тоже вдохновляющей. Следующее, это за что вы топите. Люди не очень любят равнодушных людей. Нужно, чтобы вы затопили за что-то. До этого я топил против кино. Самый старый видео. Против кино. Против кино. Ну, то есть, я не понимал, почему не хотят люди заниматься сериалами, а все занимаются только кино. То есть, считают сериалы низким жанром. Но времена поменялись, сейчас сериалы все в почете, в респекте уже. Я мне нечего знать, зачем топить. Понимаете? Да, я теперь топлю за будущее такое, что все должны делать свои блоги. Вот я за это топлю. Несколько примеров, где, опять же, я убедилась, что когда у меня есть группа единомышленников и поддержка, я быстрее достигаю цели. И когда я, я и моя коллега, мы поставили цель получить квалификацию мастер сертифицированной коуч, в Казахстане еще не было ни одного. На всю Россию их, там, человек 20, в мире их, там, ну, около тысячи. Мы такие, мы хотим быть первыми МСС, это, ну, коротко, получить эту квалификацию. Но мы как-то смотрели этих людей, они для нас были полубоги. Боже мой, коуч МСС, это все коучинговое сообщество вот так вот смотрит. И я говорю, ну, соответственно, где мне надо быть? Мне надо быть среди этих МСС, да, то есть больше. И я прямо целенаправленно там находила, не знаю, в России, в Европе какие-то программы, какие-то индивидуальные встречи, какие-то такие группы собирались. И тех людей, которые к этому идут, такие же, как я, да, кто на этом пути. И плюс вот эти гуру. Ну, и мы с коллегой в итоге, сколько у нас, где-то два с половиной года занял этот путь. И мы стали первыми МСС в Казахстане. Офигеть. Да. У вас все со стори-тейлингом прекрасно. Прямо у меня сейчас продали эту историю. Да? Вот. Поэтому я и тут за... Я думаю, я в этих соцсетях, почему вот у меня... Я, кажется, вроде бы от ума начинаю что-то делать, но у меня вот этот... Ну, где-то победа, где-то что. И мне неинтересно. А когда я с людьми... Ну, и вопрос, зачем, конечно, правильно, да? Когда ты знаешь, зачем. Да, ну, я думаю, что именно ваша отрасль, она такая же открытая, она про людей и про тренд. И поэтому стать самым известным, ну, хотя бы в Казахстане, получим номер один. Самым известным это нормально с учетом вашей квалификации. В Дубае вот были на конференции, и там были номер один коуч из Штатов, номер один коуч в Дубае. Я подхожу, знакомлюсь, и там вот Маршал Голсминт, но он это со Штатов, он, конечно, даже нам знаком, мы книжки его читаем. А этот какой-то парень, какой-то Кэрри, Лори, чего-то там это, я говорю, а как, говорю, так получилось, что ты номер один? Говорит, ну, я просто, говорит, у себя на постере написала, что я коуч номер один в Дубае. И говорит, ну, это чистой воды маркетинг, но потом со временем, говорит, так и получилось. Взяв на себя обязательства. Да-да-да. Кстати, бизнес-коучер номер один, на самом деле, в общепринятом понимании нет, я думаю, у нас. Ну, кто, вот назовите его, ну, вы, наверное, можете назвать. Я не могу назвать. Если я не могу назвать, не посвященный в это. Да-да-да. Это значит, его нету. То есть он должен быть в восприятии всех. Обычных людей. Тогда возвращаемся к нашим вопросам. Уже сказали про выбор жанра, выбор темы, ну, скажем, своей цели на 10 лет. Зачем? Цель для зрителя, которая вдохновляет, и за что ты топишь? Это немножко про ценности, но можно там чуть-чуть немножко не про ценности. Да, немножко драйва и драмы добавить. Да-да. Вы знаете же, вот эти фильмы, там неположительный герой, как это «Унесенный ветром», вы смотрели или читали? Ну да, читала. Эшли, он такой хороший, но никому нафиг не нравится. Да-да-да. Поэтому где-то нужен какой-то Ред Батлер. Ред Батлер такой, вроде бы и неплохой, но какой-то он такой отрицательный эхомизм. Ну, а женщина любит, по большей части, Реда Батлера, чем какого-то женщина. Там нужно что-то такое, ну, не злое, но вот что-то, за что топит. Вы знаете, как это придумывают? Герой в фильме может быть убийцей. Он убивает людей по-настоящему. Из-за него, у него все равно есть симпатия. Да, но если, а это часто применяется. Но у него есть слабость, потому что он не может, он не любит, когда обижает детей. Понимаете? Вот. Ну, он же так же остался этой амбицией. Да-да-да-да. Это как ценностый конфликт немножко. Да, типа, ну, он нравится, потому что он, ну, как бы, он не может убить девочку, у него какая-то трагическая судьба, или что-то там еще. Не знаю почему, но он к детям так относится. То есть он может убить других, в том числе невиновных людей, ну, за этого, за эту девочку. И все, он нравится, хотя он душегуб, вообще-то, по сути. Вот так работает и в этом сторителлинге. То есть здесь тоже, здесь... Видите, ваша киношная история, она прям помогает. Видите, оказывается, все пересекается, по сути, бизнес, технология и сторителлинг. Но вы знаете, вот у меня какая-то, за что я топлю, если вот сейчас так очень коротко сказать. На самом деле, вот то, что я рассказываю бизнесу, руководителям, все эти технологии уже сотнями лет применяются в кино, в театре, в продажах, в маркетинге. Ну, в кино, в театре и раньше, потом стал маркетинг, всем этим пользоваться и так далее. Я говорю, почему мы это не используем, в первую очередь, для себя? Да. Все же эти, знаете, знания природы человека, механизмов принятия решений. И с нашими командами, с нашими людьми. Почему мы к сотрудникам относимся, как к ресурсу, а к клиенте мы заботимся. Да, да. Да, почему мы говорим, клиенту сервис важен. Да. А почему мы не говорим о сервисе для своей команды и так далее. Ну, вот для меня вот эта идея, что работать с людьми, в первую очередь, как с людьми, не понимая вот эту природу человека, управлять, скажем так, процессами, управлять людьми и, соответственно, результатами, применяя другие, причем более экологичные, для психики людей, способы. Ну, вот смотрите, вот я, как в том видео, которое я упоминал, когда я говорил, зачем это нужно. Там была прямо такая, одна из причин, зачем я это делаю. Да. Затем, чтобы мои партнеры и мои сотрудники, как сказать, понимали, зачем мы вообще это делаем. И те люди, которые, возможно, потенциально могут работать в моей команде, они видели, что я за человек. То есть, чтобы на испытательный сколько-то не проходило времени. И тогда, если переходить к следующим шагам, я ответила на вопрос, за что я топлю, я понимаю, зачем я это делаю, куда я иду, что дальше? Дальше вам нужно, ну, вот опять переходить к формату, какая аудитория у вас будет, понимать, какой будете формат делать. Вы сначала берете один и только его подержите, пока вы понимаете, как делать. Но если мы говорим про YouTube, YouTube важно регулярно, поэтому вы должны подготовиться. Все соцсети тоже должны быть подчинены этому. Соответственно, у меня вышло новое видео на канале, сторис, этот и так далее, отрывки в Reels, в Shorts, ну, вот, все такое. Вот. Ну, и со временем вы введете его в курс, вы сами заходите куда-то другой формат. Ну, в этом формате вы не раскрываетесь чуть-чуть. Какие-то новые рубрики, новые форматы будут добавляться. Или что-нибудь типа, а еще вот можно было вот так делать, там, ну, потихонечку вот это вот появляется. Почему вот это важно, про что топим, это везде должно сквозить. Вы должны, вот, как маркетингово, общение. То есть, с какой целью мы движемся, какой целью, за что я топлю, условно. Все, остальное, кто я, вы и так, как бы, условно говоря, рассказываете словами. Субтитры создавал DimaTorzok,